Здравствуйте, дорогие мои зрители! Как я уже говорил, мы с сентября начнем новый цикл лекций по Священному Писанию. И в этом году учебном мы приступаем к изучению Нового Завета. Новый Завет – это священные тексты христиан, тексты богодухновенные. То есть, несмотря на то, что автором какой-то книги новозаветной является апостол, вместе с тем, надо говорить о том, что все, что мы прочтем в этой священной книге, написано Духом Святым. «Свидетели Ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему», сказано в книге Деяния Апостолов, 5 глава, 32 стих. И действительно, те священные слова, которые мы будем читать в Евангелии, написано не просто людьми, которые что-то слышали, что-то знают о жизни Иисуса Христа, но которые были очевидцами слова. «Ибо мы, – говорит апостол Павел, – не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Второе послание Коринфянам, 2 глава, 17 стих. «Поскольку Дух Святой почил на апостолах в день Святой Пятидесятницы, то и то, что вышло из-под их пера, было не просто произведением человеческого ума и дела рук человеческих, но это было творение Духа Святого». Откуда произошел сам термин «Новый Завет»? Это связано с теми взаимоотношениями людей, верующих с Богом, которые были в Ветхом Завете. Завет, суть Завета, то есть такого союза, какого-то договоренности, такого единства с Богом, заключалась в том, что люди обещали Богу не знать других богов, не поклоняться ложным богам, а знать и чтить только истинного Бога. А Бог в ответ обещал их сделать своим народом, народом избранным. Вот так и возник Израиль. И этот Завет был заключен Моисеем от лица народа у горы Синай. И как символ и знак вечности, нерушимости этого Завета, была пролита кровь жертвенного телеца. Кровь вообще часто проливалась при важных клятвах и договоренностях, потому что кровь – это символ жизни. И когда люди скрепляли какой-то договор кровью, то это символизировало нерушимость. То есть, вот как бы ценой своей жизни мы гарантируем, что будем верны этой договоренности. Так вот, Ветхий Завет был освящен, повторяю, кровью жертвенного телеца. Но это было прообразом той крови, которая некогда прольет Христос на кресте. И поэтому Господь, когда совершал тайную вечерю, когда причастил учеников своим телом, Он взял и чашу, благословив ее, осветив, преподал ученикам со словами, «Пейте из нее все, это кровь Моя Нового Завета, за вас изливаемая во оставление грехов». То есть, в Ветхом Завете была пролита кровь жертвенного телеца. И тот Завет был заключен на этой крови. А Новый Завет заключается кровью Христовой, которую Господь проливает на кресте. Вот поэтому-то и называются наши нынешние взаимоотношения с Богом, христианские, Новым Заветом. Вот в честь этого и названа священная книга христиан «Новый Завет». Новый Завет состоит из четырех Евангелий, от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. А Евангелие – это благая весть. То есть, эти евангелисты донесли до нас благую весть от Господа. О чем эта весть? О спасении человека, о спасении всего рода человеческого. В центре Евангелия Христос, Его личность. Но самая суть евангельской проповеди заключается в том, что Христос умер на кресте и воскрес. Это хорошо видно по тому, о чем проповедовали апостолы, как это описано в книге «Деяния апостолов». Везде и всюду, куда они не приходили с проповедью, они говорили главным образом об одном, что Иисус умер на кресте за грехи и воскрес, победив смерть. Конечно, Господь за время Своей земной жизни совершил немало чудес. Немало было того, о чем можно было бы рассказать. В Евангелии даже есть такие строки, что если бы написать все, что Господь сотворил, то не хватило бы всех написанных книг в мире для этого. Но вот это и удивительно, что не об этом всем, что Господь творил, рассказывают ученики, когда проповедуют Евангелие. Они говорят везде одно и то же. Христос умер за наши грехи, и Христос воскрес, победив смерть. А значит, это именно и составляет самую суть евангельской проповеди. Надо сказать, что когда апостолы вышли по повелению Спасителя на проповедь Евангелия, самой книги еще не было. То есть, Евангелие – это устная проповедь, это устная благая весть. В дальнейшем эта благая весть была записана. Поэтому Новый Завет, в котором находятся и четыре Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и деяния апостолов, и соборные послания апостолов, соборные, то есть окружные, написанные без конкретного адреса всем христианам. И конкретно направленные по конкретному адресату послания апостола Павла, их 14, и книга Откровения на Богослово, эти все книги являются евангельской благовестью. По сути дела, все они представляют собой Евангелие. Но самих книг, которые называются Евангелие, от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, всего четыре. И почему так? Почему только четыре Евангелия вошли в Новый Завет, несмотря на то, что историческая наука знает гораздо больше книг, которые именуются Евангелиями? А потому что остальные книги Церковь признала подложными, то есть их авторство не апостольское. как Церковь выделила, как она определила, какие книги должны войти в Новый Завет, какие являются апокрифами, то есть подложными, где авторство не апостолов, не тех богодухновенных писателей, которые действительно для нас донесли Откровения Божии. А все дело в том, что во времена апостольские христианские общины были столь малые, что они были как семьи. Люди так хорошо друг другу лично знали, что никаких случайных писем, посланий появиться просто не могло. В дальнейшем, когда общины христианские разрослись, Церковь ширилась, умножалась и стала многочисленной, тогда верным критерием апостольского происхождения тех или иных текстов было то, что они были в ходу у всех христиан, и их авторство ни у кого не вызывало сомнений. Случайно же, непонятно откуда взявшиеся, с неизвестным авторством тексты легко было вычленить, и Церковь их отвергала. Первым собором, на котором было решено составить список священных книг Нового Завета, был Ладийкийский собор, который состоялся в 362 году. В дальнейшем остальные церковные соборы решение этого собора только подтверждали. Например, 5-6 Трульский собор, состоявшийся в 692 году. Итак, критерием для признания книг богодухновенными было, несомненно, авторство апостолов. Но нужно сказать, что помимо священных писаний Нового Завета и помимо апокрифов, которые имели подложные авторства и Церкви были отвергнуты, Церковь знала и другие тексты, которые, несомненно, принадлежали апостолам, их ученикам, но в Новый Завет не вошли. Например, послание апостола Варнавы, послание Климента Римского. И эти книги в Церкви есть, они входят в священное предание, мы их изучаем, в них есть много полезного, назидательного, как и письма Поликарпа Смирского, послания Игнатия Антиохийского, Игнатия Богоносца и других древних христианских писателей. И тут уместно сказать пару слов о священном предании. Дело в том, что Божественное Откровение Церковь содержит под двумя видами священным писанием и священным преданием. Причем предание первично, а описание вторично. Ибо сначала была устная проповедь, и потом уже что-то было записано. Но не все записано в книгах Нового Завета. Потому что, например, вопрос о том, как крестить, он там полностью не раскрыт. С полным ли погружением, троекратным ли погружением, или обливанием, или как-то еще. Ведь этот вопрос сохраняется в традиции Церкви. То есть, как это совершать, это традиция Церкви. Как совершать Таинство Причастия. Как Господь это совершил на Тайной Вечере? Это знали только ученики. Это не записано в Новом Завете. Но это сохраняется в Церкви. И в Церкви есть поэтому древние чины литургии. Церковь имеет древние символы веры, где рассказывается, где говорится о том, как первые христиане веровали. Имеются мученические акты, то есть, те протоколы допросов, где записано было, о чем спрашивали христиан, прежде чем их казнили, и как они отвечали. Как они отвечали о своей вере, о своем Боге, в которого они веровали. Вот ты признаешь, что император сын богов? Нет, не признаю. Ты безбожник? Нет, я не безбожник. Я верю в своего Бога. Как имя твоего Бога? Зев, Аполлон, Артемеда? Нет. Иисус Христос. Раз, все записали, потом казнили. Но это все записано, и как веровали, как исповедовали свою веру первые христиане, нам сегодня известно. Сохранились древние молитвы, решения вселенских соборов и некоторых поместных соборов, чьи деяния имели значение для всей церкви. И все это относится к священному преданию. Все это записано, все это зафиксировано, но в книге Нового Завета все это не вошло. Таким образом, надо заметить, что соотношение или взаимосвязь священного писания и священного предания такова. Священное предание не может противоречить авторитету священного писания. Но священное писание имеет авторитет только за свидетельственным преданием. Священным. То есть, церковь для нас определила это писание, а это апоклиф, это церковь, это предание церкви. Церковь своим преданием нам свидетельствует священное писание. Итак, предание проверяется писанием, оно не может ему противоречить, а писание свидетельствуется преданием. Теперь нужно сказать о неподвижности текстов Нового Завета, то есть, их неизменяемости. Дискуссию на этот счет вы никогда не встретите на страницах специальной литературы, посвященной изучению Евангелия, потому что для людей науки этот вопрос давно закрыт. Скорее всего, он прозвучит в каких-то дискуссиях на бытовом уровне, когда люди будут вам говорить, что попы там все переделали по-своему, или что не может быть, чтобы какая-то ошибка не вкралась на протяжении двух тысяч лет, ведь вручную же переписывали в древности, и что-то там как-то, ну наверняка, уже сегодня не так, как было раньше. На этот вопрос есть два ответа, и, как мне кажется, достаточно убедительных, таких, знаете, весомых аргументов. Первый для верующих. Дух Святой, который был автором этих текстов, и который пребывает в Церкви всегда, и будет пребывать, как душа в теле, он же и сохраняет тексты Священного Писания от повреждения. Второй ответ от науки, и этот ответ для людей, не верующих, не признающих авторитет Церкви, ее святость. Он заключается в том, что до нашего времени, дошло более 24 тысяч манускриптов, отрывков Священного Писания, которые содержат тексты Евангелия и всего Нового Завета. И по этим многочисленным манускриптам все тексты давно были сверены. И когда, извините, в большинстве 20, допустим, тысячах один и тот же текст, а в двух каких-то манускриптах расхождения, то понятно, чему надо верить, и что является действительно опиской или ошибкой. Итак, смотрите, обилие священных текстов таково, которые до нас дошли, которые хранятся в музеях Ватикана, Британского музея, в Египте, во Франции, которые даже в Эрмитаже есть, в нашем российском Эрмитаже эти тексты. Это древние манускрипты. По ним все тексты Нового Завета давно были проверены, сверены, уточнены. Кроме того, имеется настолько много цитат из Нового Завета в других текстах, например, в каких-то полемических, в каких-то письмах, где так или иначе цитировалась Евангелие, что если бы сегодня каким-то чудесным образом во всем мире Евангелие бы вдруг исчезло, то по этим дополнительным источникам весь текст Священного Писания, практически весь, можно было бы восстановить. Отсюда простой и очевидный вывод. Текст Нового Завета давно был проверен, сверен, уточнен, и никаких расхождений между тем, что было в древности и тем, что мы печатаем сегодня в современных типографиях, попросту нет. Правда, надо заметить, что в Новом Завете все же есть несколько сомнительных мест, по поводу которых идут дискуссии, но значение их таково, что изъятие из текста или их наличие в тексте совершенно не меняет суть Евангелия и никак не отражается на смысле и содержании Благой Вести. Что касается датировок текстов Священного Писания, то большей частью по ним тоже достигнут консенсус и расхождения небольшие, два, три, пять лет. Как это определяется? Допустим, известно какое-то историческое событие, о котором упоминает апостол. И это событие известно, в каком году было. А апостол умер в таком-то году. Отсюда делается вывод, что послание было отправлено между этим событием и между кончиной апостола. Ну, повторяю, по таким вот косвенным данным достаточно точно вычисляются датировки происхождения того или иного текста Нового Завета. И теперь в заключение я скажу несколько слов о переводах. Все тексты Нового Завета, которые мы сегодня имеем, написаны на греческом языке. Апостолы писали на греческом, потому что греческий язык это был язык культуры, язык письменности. Другими словами, греческий язык знал любой человек в Римской империи, кто знал грамоту. Вот как в средние века все знали латынь, кто учился, потому что на латыни писали трататы медицинские, философские, на латыни даже преподавали в университетах. Поэтому латынь это был язык грамотного человека в средние века. А в античные времена, со времен Александра Македонского таким языком был греческий. Давайте с вами вспомним распятие Иисуса Христа. На кресте была табличка с указанием его вины. Иисус Назарей, царь иудейский. Почему на табличке была надпись на трех языках? На римском это понятно. Римская власть совершила казнь. На еврейском тоже понятно, потому что дело происходит в Иерусалиме. Местные жители говорят на еврейском, они должны прочитать. А почему на греческом еще было написано? А почему на греческом было написано? Вы, думаю, теперь уже догадались, потому что греческий язык знали все, кто в Иерусалиме был из приезжих. Люди из Понты, из Галатии, из Фракии, из Галии, из Италии, из Греции. Все, кто в это время был в Иерусалиме, могли плохо знать и римский язык, могли плохо знать и еврейский язык, но греческий, кто вообще знал грамоту, понимали все. И вот поэтому апостолы пишут свои Евангелия и послания исключительно на греческом языке. И лишь Евангелие от Матфея, как полагают, первоначально было написано на еврейском. Для этого много есть данных, так считать. Однако и до нас текст Евангелия от Матфея дошел только на греческом. Теперь, помимо греческого текста существует несколько известных переводов. На латинский язык вульгата, простонародный, простой перевод, так переводит слово вульгата. И этот перевод принят как официальный в римнокатолической церкви. Есть перевод пишита, это перевод сирийский. Мы почти что его не касаемся, почти им не пользуемся. Единственное, пожалуй, заметное исключение составляют толкование Ефрема Сирина на книге Священного Писания. Вот у него, когда читаешь толкование Ефрема Сирина, как раз таки берется перевод пишита. Некоторые слова немножечко с нашим переводом не совпадают по этой причине. Ну и всем известный перевод Кирилла Мефодия, выполненный в девятом веке. Этот перевод очень ценный тем, что он является точной калькой с греческого. Для нас он с трудом иногда понятен бывает, потому что греческая фразеология, переведенная на славянский язык, становится для нас не очень удобно понимаемой. Приведу пример. В славянском тексте Евангелия от Луки, 8 глава, 12 стих, сказано так. «Приходит дьявол и в землю слово от сердца их да неверовавшие спасутся». Да неверовавшие спасутся. То есть может показаться, что Евангелие говорит о том, что неверовав люди спасутся. Но на самом деле эта фраза переводится на русский язык таким образом. Послушайте. «Приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». «Да неверовавшие спасутся» на русском будет звучать «Да не уверуют и не спасутся». Вот так. Поэтому мы видим, что русский текст, который был, русский перевод, который был выполнен в 19 веке для домашнего чтения, для лучшего понимания, он отличается от точности по букве, но более понятен по смыслу. Еще. У апостола Павла в первом послании Коринфянам в 13 главе 12 стих есть такая фраза, что будущее мы видим как-то неопределенно, гадательно, он говорит, как через тусклое стекло. Это в русском тексте. А в первоисточнике в греческом сказано как в зеркале. Почему русский переводчик позволил себе заменить зеркало на тусклое стекло? Вот такую вольность. Потому что тусклое стекло лучше отражает мыслям. Это понятнее. Дело в том, что в те времена какие были зеркала? Да их вообще обычно не было. У богатых людей это были отполированные золотые пластинки. Да и то, ну золото, потому что золото не тускнело. Да и то, золото, оно же все-таки не на автомате отполировано, не на станке, а вручную оно немножечко неровное. И такие зеркала серебряные, золотые, они были только у богатых людей и они давали искажения, как в комнате смеха. А простой человек, какое зеркало он имел? Ну, посмотрел в кувшин с водой, себя и увидел. Или говорит, ой, посмотрел, у меня где-то здесь прыщик, и тот ему раз там посмотрел. То есть вот зеркал не было, стекло было в то время, но зеркала на основе стекла и такие достаточно качественные появились только во времена расцвета Венецианской Республики, то есть Средневековье. А в те античные времена, в те времена, когда апостол описали, сказать, что я будущее вижу как в зеркале, это и значило. Сказать, что я вижу неопределенно, с искажениями. Для нашего современника сказать, что я вижу как в зеркале, это значит один к одному, то есть увидел себя как в зеркале. Поэтому русский переводчик выбрал другое выражение. Будущее мы видим как через тусклое стекло. Итак, по букве он отступил от точности апостольского текста, а по смыслу он именно этот смысл и выразил. Как скажем, для некоторых народностей, когда переводили молитву отче наш, то вместо хлеб наш насущный была рыба моя насущная или рис наш насущный. Потому что сказать, якуту в те времена, когда Евангелие переводилось, хлеб насущный, это все равно, что сказать русскому человеку банан насущный. Он хлеба никогда не видел. Или тот японец, да, хлеб пшеничный никогда не ел. У него рис был. И поэтому, вот смотрите, по букве получается русский текст немножечко отходит от подлинника, но по смыслу именно он и передает то, что было выражено в Сественном Писании. Вот такая разница есть между текстом славянским, церковно-славянским и русским переводом, так называемым псинодальным. Но ценность церковно-славянского перевода заключается в том, что это повторяет точная калька с греческого. Именно так сказал Христос. Именно так написал Евангелист. Именно так написал апостол. И иногда это имеет значение углубиться, уточнить, посмотреть, как было в первые источники, потому что мы с вами, большинство из нас, все-таки греческий язык, тот старогреческий, не знаем. И для нас поэтому церковно-славянский текст иногда бывает важен. Потому что есть слова, синонимы, на которые можно перевести то или иное выражение. Вот, например, сделал, сотворил, создал. Это слова-синонимы, но у них есть некие смысловые оттенки. Сотворить можно мир, создать можно поэму, а гайку можно сделать. Гайку не творят, гайку не создают, ее делают. Стихотворение не делают, его творят, даже создают. Мир тоже не делают, мир творят. мир создают. Вот поскольку такие все-таки есть разницы, такие акценты имеются, то иногда нам для того, чтобы уяснить мысль, изложенную в том или ином тексте, все-таки необходимо отнестись к греческому тексту, который мы с вами большей части не разумеем, и поэтому удобно пользоваться церковно-славянским. Но, повторяю, по понятности иногда он затруднителен, и тогда мы смотрим в русский текст. Кстати, вот советую многим, кто читает псалтырь и не совсем понимает некоторые моменты, некоторые псалмы, брать и рядом с собой иметь русский текст. По-славянски ты читаешь, раз, что-то непонятно, глянул в русском тексте и уже понятно. Пару раз ты глянешь, запомнится и потом вопросов уже не будет. Еще хотелось бы заметить, что Новый Завет на греческом и отцы святые, которые писали толкования на Евангелие, такие как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов и другие отцы, они были носителями греческого языка. То есть, они хорошо понимали о том, что там сказано, какая мысль сложна, какие оттенки у того или иного выражения. Их толкования поэтому бесценны именно потому, что они жители эпохи, недалеко стоящей от апостолов и носители того языка, на котором творилось Писание Нового Завета. Для примера приведу вам вот такую особенность русского языка. Мы говорим «жизнь бьет ключом». И иностранцу это выражение можно объяснить. Но когда мы говорим, что жизнь бьет ключом прямо по голове, то смысл совсем другой. И тут уже иностранцу без головной боли разобраться весьма сложно. А русскому человеку, носителю вернее русского языка, здесь все понятно. И есть много таких выражений в нашем языке, и греческий язык, поверьте, тоже богат такими идиомами, такой игрой слов, которая понятна лучше всего именно носителю этого языка, а не тому, кто как-то изучал и не до конца может быть недосконально изучил. Вот, дорогие мои, что необходимо вам знать перед началом чтения Священного Писания Нового Завета и о чем я хотел вам рассказать на первой вводной лекции. Я ее прочитал у нас в воскресной школе, но не было возможности записать, и поэтому для вас я специально повторил ее уже здесь, в моих домашних условиях. Каждый из нас, дорогие, приступая к чтению Священного Писания, когда мы открываем Священную Книгу, мы должны помнить, что в этот момент наше сердце должно быть безмолвным, потому что с нами сейчас будет говорить Сам Господь. И поэтому, чтобы сердце было открыто для понимания Божественных истин, перед тем, как вы откроете Евангелие, помолитесь. Хотя вы просто перекреститесь во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Бог вам в помощь! Субтитры создавал DimaTorzok